Приветствую дорогие зрители, с вами снова Кошмарис и мы сегодня опять с вами посмотрим на соединение улицы Хачатуряна с Дмитровским шоссе. Вот с этого места мы с вами начнем полет, дальше продолжим в том направлении, показан стрелочкой, и ужаснитесь как будет выглядеть в будущем, то есть и соединение с Керамическим проездом, и эстакада на Латвийском шоссе, и даже соединение с Верхней Лихоборской улицы. Но это все перспективы, давайте посмотрим, что у нас происходит на строительной площадке непосредственно самого соединения, и на самом деле это называется проектируемый проезд 2236, наверное скоро времени придумают ему какое-нибудь название. Вот у нас круговое движение прекрасное, улица Хачатуряна упирается у нас здесь, ну можно сказать практически в Алтуфийское шоссе, нам очень долго и страстно обещали, что здесь будет реконструкция самого Алтуфийского шоссе, у нас все шоссе отреконструировались, сделали им дублеры, Варшавское шоссе, Каширка частично тоже реконструировалась, но Алтуфийского шоссе все время обходит стороной, видать это не вылетная магистраль, упирается в поселение Вешки, или Вешки, интересно как правильно, и собственно поэтому это не самое обязательное. Мы видим, что здесь активно укладывается плитка, то есть это у нас пешеходная часть с левой стороны, здесь у нас дорога будет разделяться на две части, то есть слева тот сейчас отсыпает песком, это будет у нас от Дмитровского шоссе движение, с правой стороны это будет полностью меняться коммуникация, и будет движение идти в сторону Дмитровского шоссе, и постепенно к путепроводам железнодорожным оно будет соединяться, можно сказать так, в единое целое. Сейчас здесь идет активная перекладка коммуникации, потому что конечно же здесь должна быть другого уровня источная канализация, и опять же локальные частные сооружения, естественно, и конечно же те сети инженерные, которые сейчас здесь присутствуют, они мешают возведению данных объектов. Также мы видим, что основания моста для двух путей Савеловского направления Московской железной дороги уже возведены, и по-моему, насколько мне известно, хоть это и снималось неделю назад, ничего нового пока не появилось, то есть до сих пор еще пока даже стойки не появились. Нового моста, но видать торопиться особо некуда, хотя насыпь уже мы, как видим, для новых путей уже начали отсыпать. Но это тоже в принципе не так важно, потому что вот у нас два моста через лихоборку, и мы понимаем, что возведение новых мостов так и не началось. Либо тут будет какая-то конструкция такая закрытого типа, как вот у нас соединительные ветки, либо будет что-то другое, пока что непонятно, но нас особо это не интересует. Я специально долетел показать вам, да, что у нас творится в районе Кружной, потому что здесь тоже идет активная перекладка коммуникаций, которая, правда, связана с модернизацией, насколько скажешь, заруженного узла, опять же из-за того, что здесь должно в каком-то там перспективном будущем появиться четыре пути, хотя Владимир утверждает, что это будет очень нескоро. Ну да не ладно, Владимир, тебе привет, твоим пенатам, ты же у нас говоришь, что это будет очень нескоро, но посмотрим, посмотрим. Нам самое главное, чтобы до обозримого будущего, желательно до конца следующего года, мост все-таки возвели, пути передвинули, и чтобы можно было запустить движение по автомобильному соединению, опять же, улицы Хачатуряна и, можно сказать, Дубнинской улицы, хотя по факту это, в принципе, ну, я считаю, что Дмитровское шоссе. Здесь у нас видно, активно укладывается полотно, более того, могу сказать, что на сегодняшний день, вот там, где сейчас у нас трактор отсыпает что-то там, и вроде как это у нас только основание, уже здесь укладывается активно асфальт, и даже он, наверное, уложен в большинстве случаев. И вот так вот у нас дорогу будут упираться в перекресток вот здесь, с Дубнинской улицы, здесь будет стафорный объект, потому что, конечно же, здесь будет часть машины идти прямо, а часть будет съезжать из Дмитровского шоссе. Ну, давайте дальше пролетим, посмотрим пересечение с Дмитровским шоссеем. Как вы знаете, вот с этого стафора проехать по прямой нельзя. Вы можете уйти либо на Дмитровское шоссе направо, либо налево в сторону центра. Кстати, очень поможет эта связка, я думаю, очень сильно разгрузит напряженный узел, который находится у нас в районе третьего Нижнолихоборского проезда. Все мы знаем, это северо-западная хорда. Конечно, это соединение именно призвано снизить сильно нагрузку. Я думаю, что оно очень поможет. А если еще сделают соединение многострадальное 800-летие Москвы и Инженерной улицы, в которой очень многие жители местные ругаются, то думаю, что оно перераспределит потоки достаточно заметно. Также вы видели перспективные схемы. Это все перспективы. Давайте не будем о них пока как-то заикаться. Это брошенный, недостроенный торговый центр. Видим прямо по кадру. Но может быть, когда-нибудь кто-то его перекупит, перестроит. Ну и вот организация движения в районе станции метро Верхнолихобора. Выход по-прежнему у нас южный, только один. Второй – это очень дальняя перспектива. И наземный пешеходный переход, что как-то в голове вообще не укладывается. Но может быть, когда-нибудь все-таки построят второй выход. Ну и давайте пролетим в обратную сторону. Опять же, еще раз повторюсь, где у нас либо первый слой асфальта, это, к сожалению, сверху особо непонятно. Либо это какая-то просто, ну, просто по каким-то другим вещам. Трактор, скорее всего, спецтехника, скорее всего, не ездил. Но здесь уже точно есть асфальт 100%. И вот эта часть вся уложена. Зачем так торопиться, не понимаю. Может быть, будут использоваться какое-то время в качестве парковки. Даже мачтое освещение частично поставили. И реально, на самом деле, не понимаю, для чего это. Ну вот такая перспектива вдаль. То есть давно напрашивалось это соединение, особенно с открытием северо-восточной хорды. И на самом деле именно сейчас теперь становится понятно, почему нет каких-то дополнительных съездов на Питерское шоссе. Кто-то там, не знаю, сумасшедшие люди писали, что почему нет съезда на Дмитровку. Как они себе представляли, что с 10-этажного дома надо делать эстакаду вниз, чтобы там все скатывались, что ли, как по горке, по ледяной. Не понимаю, на самом деле, такая логика. Но теперь будет соединение дорожного, уличной, дорожной сети местной. И уже, как бы, таких вопросов не возникает. Здесь мы тоже видим активность СП от нас. Я еще раз повторю, что те гаражи, которые находятся слева, одноэтажные, они все равно подлежат сносу. Потому что примерно между домами, там, где вот эти вот растительности, деревца, все считают, что тут у нас же почти лес, парк, еще раз говорю, что будет соединение с керамическим проездом и еще два дополнительных пути. И вот здесь у нас примыкает соединительная ветка со станции Владыкина плюс два пути, которые уже существуют. И слева будут еще два пути. И помимо этого будет еще и дорога. Вот если вы смотрели видео про ЮАХ, будет примерно что-то типа этого. И от этого никуда не деться. Через 5 лет, 7 лет, 10 лет, неважно, но оно будет. Просто, если кто-то здесь живет, или кто-то вот, просто, я вам говорю, вот все эти деревья просто под снос, будет здесь дорога. Новая платформа Дигунина, астронового типа, и дополнительные пути. Просто, чтобы потом не было такого. Если вам нужна более точная информация, можете посмотреть, поставить на паузу, посмотреть перспективную схему, либо зайти на Роадсру. Ну, собственно, с Роадсру взяты эти схемы, поэтому ничего нового там, я думаю, не найдете. Также выражаю отдельную благодарность, опять же, Анастасии Солостенкиной, потому что это бы видео не появилось, если бы, опять же, не ее помощь в организации съемок. Далеко ты даже зашел, да? Тоже, Настя, тебе привет. На самом деле, всем привет. На этом, я считаю, что можно заканчивать видео. Следующее видео надо будет подождать. Оно будет связано с трассой М-12. Его нужно будет очень долго и долго монтировать. Всего самого доброго, хорошего настроения. Не болейте, берегите себя и близких. И пока-пока. С вами был Кошмариус.